В далёком 2002 году в Минске Менчане начали вести летпись родного города. Сюжеты про историю наших улиц, зданий, выдающихся Менчанах оставались актуальными навсегда. Такой живой видеоархив. Проект сразу полюбился горожанам и стал визитной карточкой СТВ. Многие включали новый телеканал только для того, чтобы совершить путешествие по брусчатым улочкам, прокатиться на конке по Преображенской, окунуться в эпоху Кароля Чапского, узнать, во что наряжались Менчанки в XIX веке и даже сколько стоила буханка хлеба. Для того, чтобы вы могли представить, какие затраты пришлось понести городу, приведём некоторые цифры. Килограмм ржаного хлеба в конце XIX века стоил 5-7 копеек, сливочное масло 90 копеек, а за десяток яиц в Менчане отдавали 30 копеек. В 2002 году о программе ещё и речи не было. Это были блоки из двух-трёх сюжетов на тему города, которые заполняли собой эфир между программами и выходили вместо рекламы. Причём за день они могли выходить по 7-8 раз. Все сюжеты делали новостные корреспонденты. Это была хорошая школа для молодых специалистов. Николай Степанович, такой хороший аппетит был у наших предков, что они кушали такими большими ложками. Екатерина Забенько, Женя Шутихина, Мария Арабчик, Ольга Дубовик и другие пробовали себя в кадре и старались показать Минск старый и новый с необычных ракурсов. Мой первый сюжет из рубрики «Минск и Менчане» был об улице Карла Маркса, улица Подгорная. И я рассказывала, как там перевернулся обоз с не очень хорошим грузом. Вот, я, конечно, мне пришлось выкручиваться для того, чтобы рассказать это максимально эстетично. Ну вот я запомнила, это видео до сих пор хранится у меня дома, да. Помню первый раз, когда вышел мой такой сюжет в эфир, я заходила в метро с трепетом и думала, боже мой, может быть, меня кто-нибудь уже сегодня в метро узнает. Я вам хочу сказать, прошло 15 лет, мне до сих пор никто в метро не узнает. Здравствуйте, вы смотрите передачу «Минск и Менчане» на канале Столичное телевидение. Сегодня мы приглашаем вас в путешествие по Минским улицам, чтобы вы смогли еще раз убедиться, насколько богата история города, в котором мы живем. Дарья Козловская с энтузиазмом прошла путь от журналиста до ведущей программы на тогда еще юном телеканале СТВ. Сегодня Дарья творит не в телевизионной сфере, работает главным редактором журналов на тему сельского хозяйства и ландшафтного дизайна, но с удовольствием вспоминает былые времена в творческой группе нашего городского телепроекта. Изначально название таким и было – «Минское Менчане». В году в 2003-м руководство телеканала приняло решение придать этому проекту статус программы. Именно тогда появились подводки дикторские. Тогда интернет был не так распространен, поэтому всю информацию мы добывали из книг, из архивов, просиживали в библиотеке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Векторы, искусствоведы и сами минчане увлекательно рассказывали о своем городе, открывали его известные и неизвестные страницы. Нам постоянно звонили минчане с улицы Перекопской, и говорили, у нас улица Перекопская, приезжайте, у нас опять копают. Да, рассказывали о своих бабушках, дедушках. С 2006 года программа меняет формат. Появляются разнообразные рубрики, она становится художественно-познавательным тележурналом и увеличивает эфирное время в два раза. Минчанам есть чем гордиться. Наша столица старше таких городов, как Москва, на 80 лет, Тулы на 79, Риге на 134 года, а Великого Новгорода на 154. Программа обрела яркий облик, красочное оформление, появились новые рубрики. Новостройка, квартал, перекресток, маленькие минчане, культурная афиша. Это было время строительного бума Минска. Проектировали и возводили Брелевичи, Масюковщину, Каменную горку, Национальную библиотеку, Минск-Арену, реконструировали театры и музеи, появлялись новые станции метро. Темы подсказывал город, а народный хит, рубрику «Ретро», придумала сама ведущая. Это необыто новоселье у всего города. Да раньше и назву новосела – Минск. Так зовется новый универмаг белорусской столицы. Влеклась такой своего рода игрой, сравнивать фотографии старого Минска и сопоставлять их с сегодняшним днем. И таким образом родилась рубрика «Ретро» в нашей программе, рассказывающая и показывающая черно-белый Минск. Нам часто звонили телезрители, которые говорили о том, что бабушку увидели в кадре или себя очень маленьким. Успех любого проекта – работа дружной команды профессионалов. Программа «Минска-менчане» всегда отличалась художественной подачей. Это и нестандартная съемка города, интервью-портреты с талантливыми менчанами, видеозарисовки заснеженного или золотого Минска, исторические экскурсии. Звезды менчане Александр Тихонович, Владимир Цеслер, Виктор Ольшевский с радостью вспоминали дворики своего детства. Я родился в Минске, вот на этой улице, на улице Чечерина. Здесь прошло все мое детство. Для меня это родная улица. И вот когда у меня не очень хорошее настроение, или что-то со мной не совсем хорошо, я люблю часто приехать, поставить здесь машину, походить возле этого дома, вспомнить все, зайти во двор. В ценных архивах программы останутся интервью с ушедшими от нас талантливейшими горожанами Элеонорой Езерской, Владимиром Жбановым. Своими впечатлениями о Минске делились гости столицы. Эмир Кустурица, Патрисия Касс, Алена Сверидова, Максим Дунаевский, Эдгард Запашный, Александр Рыбак и многие другие. Минск до сих пор остается моим любимым родным городом, в котором прошла, в общем-то, ну, фактически половина моей жизни. В 2007 году на третьем национальном телевизионном конкурсе «Телевершина» Минске Менчане стала лучшей культурно-просветительской программой и до сегодняшнего дня соответствует своему званию. Пешеходная Красноармейская и новые станции метро, столичные балконы и необычные мосты, город с высоты птичьего полета и красочное граффити, послевоенный Минск и столица времен хиппи. Ничто и никто не останется без внимания корреспондентов программы. Мне удалось, в частности, побывать на привокзальной площади, там, где находятся наши знаменитые башни напротив железнодорожного вокзала, подняться на самую макушку, туда наверх, где часы, и вот посмотреть на город сверху, это, конечно, фантастика. Ну, мы делимся этими впечатлениями, этими кадрами, и их видят все минчане, кто включает телеканал СТВ. Через программу прошли судьбы многих улиц, изменился облик и цвет города, появились новые дворцы, станции метро, поликлиники и парки. Показывать город многосторонний, показывать все его, как положительные, так и отрицательные стороны. Поэтому у меня большая надежда на то, что эта программа все-таки побудет как минчан, так и чиновников и власти города на такую совместную синергию для того, чтобы мы вместе сработали и привлекли минчан, которые своими идеями, своим вдохновением все-таки делают вместе с нами город лучше и удобнее. От истории до современности, от архитектурных памятников до новостроек. О столичных героях прошлого и настоящего мы будем рассказывать еще долго. Ведь город удивляет каждый день. И мы поможем вам это увидеть. А сейчас дадим слово главным героям нашего проекта, самим минчанам. Минские минчане. Я люблю, когда показывают наш город в прошлом. Историю города. Я откоренна из... Я не знаю, что это нравится. Новости последние узнаем. Чем живет город? Чем живут минчане? Всегда новое что-то. Это программа «Доминчаны». Я ее с удовольствием вспомнил. В этой передаче часто показывают интересные сюжеты. О улицах, на которых мы живем, живут родители. Иногда узнаешь много нового, как про деревья в парке была передача. Никогда бы не подумал, что есть какие-то у них определенные истории. Но эта передача мне очень нравится. Я каждую субботу стараюсь ее посмотреть. Поскольку ваша программа отражает жизнь нашего города, пускай в нашем городе будет побольше всего нового. И ваша программа также будет отражать вам долголетие, здоровье вашим сотрудникам. Развитие. Город растет, пусть программа ваша тоже растет. Вообще очень интересная передача. Спасибо.